Добрый вечер! Да, да, добрый вечер при доброй. О, я вижу твою, я тебя не узнаю, дай, блядь. Думаю, что же это, только по голосу ты и узнал. Голос вам, я, наверное, снится вам уже мой голос, да? Не, и снится нам, не рокот космодрома. Я вот говорю голосом Бандеры, вот у него был такой голос, как у меня. Не дай бог. Не дай бог, да. Да, голос, голос с того света, да. Голос, да, с того света, голос Бандеры. Да, да, когда из могилки рука, знаешь, вот это. Да, 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 знову Бандеры, голос, чу ты в лесе. Да, слышали эту песню? Я не знал, как, это слышишь, это. Ну, ты кларь, я поменял капитально. Я просто не знал, очки, да еще этот, закидон. Очки, да. Сильно, да, классные очки у меня, да. Интересно, что туда можно палец прям просунуть, вот так вот, очки, да? Ну, у тебя там еще очки все совсем. Какие-то линзы, вы что там. Скажите, что там, как на России там поживают пенсионеры? Да нормально, потихонечку, слава богу. Вы что, в Москве живете или в России? Курск. В Москве? В Курск. А, Курск. Ну, так говорят, с Курском все едут за границу работать, в Москву. Да, конечно, у нас общуюсь за границу, в Москву, у нас свои работы. Утром включаешь телевизор, пожалуйста, у нас работы выше края. Да, а сколько же там платят? Нормально платят. Ну, вот я вчера разговаривал, пацаны из Волгограда поехали работать в Москву. Работают на маршрутках. В Волгограде зарплата мезерная. Ну, а кто у нас в маршрутах нельзя? Разговаривал с женщиной. Я тебе говорю, в Москву ездить, обментируют. А вы интересы. Кто хотят, у тебя класс людей, которые хотят нарвать какую-то денежку, знаешь, вот, попрыгать, попрыгать. Да, ездил, молодец мне, он напротив живет. Так, а в Москве, кто там живет в Москве? Там интересы. Там какие-то москвичи, там уже 20 миллионов. Там, если в Москве своих нормальных москвичей миллионы стоит. Ну, там говорят, основное население армяне, грузины. Да ладно, конечно, прям армяне, грузины. А кто? Да никто, у нас 120 миллионов русских. Что, кто? Так, там русские они в Сибири живут, а армяне вообще в Москве. Да ладно, мандур. Ну, так по данным ваших сайтов националистов, 30% только русских в Москве. Ну, найдите сад русских националистов, русские, там написано, 30% только русских живет. Да, 30-40, ебешь мозги. Ну, ладно, не еби мозги. Да вы поедете-то посмотрите, вы давно там не были. Я езжу в Москву, я езжу в Москву. Ну, зайдите в метро, гляньте, там одни китайцы сидят в метро, посмотрите. Китайцы там не будут сидеть там. Китайцы, наоборот, ездят на туристических автобусах, там туристы китайцы давно. Да и Москва, и название-то не славянское, и Кремль тоже название татарское. Да, 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 да. Ну, Кремль, почитайте, Кремль, название татарское. Ну, конечно. Ваша святыня, Кремль, название татарское. Да, да, мэр, да. Мавзолей тоже непонятное название. У вас же там лежит. Вообще нет государства, мы вообще никто. Вы хоть ходили туда, в мавзолею, Ленина смотрели? Сталина даже видал. Сталина видали? Да, да, когда вдвоем лежали, с Ильичем. Так его же при Хрущеве вынесли оттуда. А я до Хрущева еще ходил при Хрущеве, когда, да, и Ленина, и Сталина видал. Я был тоже там, висит такая вот инструкция, что Ленин якобы забыл только чем набыт, ватой, соломой или сеном. Что у него внутри там? Какая у тебя разница? У него же мозг вытащили, мозг где-то в институте находится какого-то. Да, да, да. А вместо черепной коробки там у него, вот, вместо мозгов лежит какая-то вот коробка консервов, тюлька в томате. Ну, какая разница? Нет, ты понимаешь, что, а тебе это тяжело, я понимаю, жить. Жить. Желчь, наверное, аж по губам капает. Жаба, она бывает так, аж по тебе видно, как жаба тебе твой. О-о-о, дует меня прямо от этого Ленина-то, Ильича. Да, видно, как тебе жаба высосала, да, да, да. Да, 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 да. Ай-яй-яй, так мне вот, да. Так вы все-таки, что вы думали в него там, что у него внутри, в Ленине? Тырса? Вата чи солома? Чем его набыло, этого Ленина? Доброго вечера. А, добрий вечер, добрий вечер. Ось, Діду Волосіар, вітаю вас. Дякую. Гораззи вам, все найкраще. З Донецка, З Донецка вам, слава Україні. А, что там у вас, какие изменения какие-то идут на краще? На краще? Чем гірше, тем краще. Так, как будет сказать. Ну, а, что там, в Донецке працює оцей, Донецкий металлургийний комбинат? Ні. Ну, не всі домні, чи всі вже загасили? Там все стоїть. Стоїть. Там одна охрана, ой, охрану, і тут там уже переполовинили. Я знаю там ребят, які в охрані працюють, розговарюють з ним. Там задниця полна. Це ж Курченко, Курченко хозяин был. Ну, так, Курченко там. Кто такой Курченко? Він бісю там в Росії, а тут воно все захрясло. А той шахта імені Засядька працює? Та я не можу сказати. За Засядька не можу сказати. Най-на, працює. Ну, я не вижу, щоб автобуси... Раньше автобуси, смотрю, гоняли, рабочих возили. Зараз я не вижу, щоб возили рабочих. Ви там знаєте шахта Засядька? Ну, от проспект Київський там... Київський проспект, так. Та знаю, ну, а як же? Не далеко від Путиловського моста. А що вони собі думають? Як ви думаєте, як Росія перестане? У неї зараз теж скрутна ситуація підходить. Перестануть пенсії платити Росія. Що буде там? Гуманітарна катастрофа. Ну, дед, ти бачиш, вони вже Абхазії там поднимають пенсію. Ну, Осетії пишуть, що нам потрібно підтримувати. Зараз там в Арміні, ну, зараз така ситуація пішла. Так я не знаю, що вони там в Абхазії підтримують. Я не знаю, що вони там. Я бачу, що у них вже починаються голодні бунти. Ось вчора там у Владивостокі докери бастували. Там начальника ногами забили. Так, так, так. Ви не бачили це відео? Ні, не бачив, але я моніторю так. Вчора він прийшов щось виступати. Вони в нього ці каски кидали. А тоді ногами його побуцали і він втік. Вон, мабуть, асербайтери, мабуть, таджіхи. Ні, 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 ні. Докери, докери. Це ті, що... Ті, що на причалах торгові порти от роблять. Там крановщики. Ось і знаєте. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Такі справи. Взагалі, а що там люди кажуть? Ну, перспектива, що вони щось там думають, що якась буде перспектива. Там для дітей, для своїх там онуків, щось. Це у нас в Донецькій, що ли? Так. Така, яка тут перспектива? Ні, ну це ясно. Це я... Це зрозуміло. А як, припустимо, ходять там батьки, що вони кажуть дітям? Ось ти кончиш школу, там, куди ти підеш? Взагалі, навіщо там залишаться? Чи тікать мітеля з Донбасу? Чи що робить? Ну, я скажу, в 15-м году я так. Я так пересекался с этими... Ну, знакомі, конечно, були, які воювали, да? На стороні ДНР, як говориться. Вони вже тоді, в 15-м году, вже поняли, що швах. Нужно шукати, що їм тут життя не буде. Нужно тікати, тікати тоді. Там обосновуватися, тому що тут... Ну, Росія предала, вони тоді вже поняли. Ну, так, ці всі... Козаки всі порозбігалися, всі з Луганська. Вони самі себе перебили здесь. У них вражда йшла така... Усіх атаманів перебили, Дрьомова всіх побили. Челюшка, челюшка, там... Вони думали, може, козаки прийдуть, їм там пороздають, як би сказати, крописних наділять, от там якісь видадуть робочих, вони будуть ходити з нагайками тільки, і там дивитися, як хто працює на Донбасі. Коли я бачу молодих, які йдуть до юну армію, ось цю форму надувають, я бачу 18-19-20 років молодих партнів, ось це мені слеза наворачується. Я бачу це, злоблено, це не передати. Я сам місці життя, і це бачу, коли... Сами розумієте, да? Ну, я розумію, Росія там юну армію цю там туди вводить вам, да? Є, да... Ось це, розумієте, я коли бачу цих молодих, серце крові обливається, мені це так болі. Ну, короче, вони хочуть виховати там покоління якихось манкуртів і запхнути нам їм сюди їх в Україну. Ну, цього не вийде, цього не вийде. Цього не вийде. Я так думаю. І так і цього не можна допустити. Цього ні в коєм разі. Ні в коєм разі. Розумієте. Жістко, жістко політику треба держати. Цього допускати не можна. Мені подобається політика. Ось, будь ласка, Ільха Малієв ось у президент Азербайджану. Там йому щось там почали розповідати Макрон, що треба там зробити, щоб була там самостійна держава цей Карабах. А він каже, ви там у себе розберіться, дайте Марселю автономію, бо там пів Марселя арміанів живе у вас. Я дивився там жорстко дуже Ільха Малієв повідповідав їм. Не шукає в очах миру ніякого нічого. А так жорстко поставив їх. Ну він знає, що є Ердоган. Якщо Ердогана не було, він би так жорстко й не говорив. Ну так. Якби у Вірмен там Москва не була, за спиною, то і вони б теж так. Так, так, так. Добре тоді, давайте вам гараздів, тримайтеся, всього найкращого, до побачення. Доброго. Вчора гарні потрапилось, а сьогодні щось. Здрасте. Добрий вечір, добрий вечір. Ви хто? Я, ну, гражданин Украины, вообще-то. Ви священнослужитель? Да, служитель, да. А церкова у вас какая? Я инквизитор. Ух ты! И кого вы сожгли на костре уже? Ну, вот, разыскиваю здесь адреса, у кого там дед, бабка, были комсомольцами, пионерами, коммунистами, всех их, отпрысков их не всех. У меня тоже, значит, на костюм, да? У вас тоже были? Как их угораздило, боже мой? Да. Ну, у вас тут все потеряно, давайте кайтесь и вот исповедь. Давайте, как на духу, сейчас мне исповедуйтесь, я отпущу вам. Игорь, иди сюда. Да, ну, я коллективно, нет, по одному только, исповедь это строго. Строго по одному, заходите в кабинку и я исповедую. Ну, как же я зайду в кабинку? Ну, как, вот виртуальная кабинка. Если я был комсомольцем, грешен я? Ну, не знаю, на комсомолок дрочили. Ну, как не знаете? Вы должны все знать. Ну, я же спрашиваю, дрочили на комсомолок? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Добрый вечер. Добрый. И кто? Как поживаете в Москве, да? Нет. А вы кто? Поп? Нет, я инквизитор. А это кто? Ну, кто? Подданный Папы Римского. А что, вам скучно? Вы тут синяка? Нет, я наоборот, так сказать, не скучно, а я по делам здесь ищу. Таких всяких людей. А вы дрочите? Да нет, как-то наоборот, вот ищу их. Кто дрочит? Ну, дрочит там, хочет, и еще все. Всех подряд. Да вот, вы не знаете, чем занимается инквизиция? Нет. Нет, ну, у вас были дедушка, бабушка, комсомольцы, пионеры, коммунисты. И чё? Ну, как чё? Мы, так сказать... Какой еще женатый мужчина, у вас кольцо на руке? Кольцо. Охренеть. Инквизитор с крестом, с кольцом и сидит в руле. Это не обручальное кольцо. Я первый раз вижу такого чуда. Я знаю, что первый раз видите. Я вас тоже, ведь, первый раз вижу так же. Да? А вам что, заняться нечем? А вам? Давайте вот, вам нечем и мне нечем, давайте позанимаемся. Или вы бегите на кухню, или что? Притом, на шее вы собираетесь на показуху дрочить? Кто вам сказал, откуда вы знаете, что я собираюсь? Я вам говорю, что я инквизитор, а вы дрочить, дрочить, дрочить. У вас больше никаких мыслей не приходит, кроме как дрочить? Сидят только свои члены показывают. А вы смотрите на них, да? Я листаю дальше. А, ну хоть одним глазом смотрите на члены, или двумя глазами? Я вообще ни на что не смотрю, я листаю мимо таких людей. Ну вы же говорите, увидели члены там. Вот кто сидит, который с крестом на шее, на пузе, и тоже руки внизу, тоже дрочит. Да у меня здесь нахер, вот я же сказал, я инквизитор, какой дрочить. Ну что вам, вы чё? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok